Всем привет! Урмат Монгол, создатель Монгол Групп, руководитель компании, также являюсь флэйвористом и технологом компании. Компанию, которую я основал в 2018 году с появлением завода в Индонезии, когда мы запустили продукт Аштар, а в 2019 году мы запустили Табак Осман. Я на протяжении небольшого времени занимался клиентным сервисом и появлялись идеи о том, чтобы развивать бизнес дальше. Поэтому покупка завода в Индонезии и создание собственно табачного продукта было, скажем, таким последовательным решением и шагом. Меня зовут Юсуф, я сейчас нахожусь в должности руководителя отдела продаж. В Монгол Групп попал я, наверное, давно, по сути. Мы еще с Урматом познакомились в 2016-м на Хук Клаб Шоу, я тогда занимался продуктом сервис Фьюм, приятная тогда история. Там мы познакомились в дальнейшем, в 2019 год, в Хук Клаб Шоу, мы с Урматом строительством и счастье, если я не ошибаюсь. Очень долгие беседы и после этого все как-то пошло, поехало, поступило предложение, от которого я не смог отказаться. Всем привет, меня зовут Валерий. В Монгол Групп я попал совершенно случайно, потому что Канышай, сейчас исполнительный директор, она выкладывала пост в сторис о том, что они ищут маркетолога. Я такой, я знал эту компанию, я видел, как они выступили на Джон Кальяна фестиваль, и я написал, давайте попробуем. Мы провели небольшое собеседование, и ребята сделали мне предложение, с которыми я согласился, и с сентября я начал работать в Монгол Групп в роли работителя отдела маркетинга. Меня зовут Айдай, в Монгол Групп я попала благодаря своей подруге, начала работать офис-менеджером еще в Бишкекском офисе. На данный момент работаю в Москве, event manager. Всем привет, меня зовут Назир, и в компанию Монгол Групп я изначально попал еще обычным кальяным мастером, это где-то шестнадцатый год был. После становления самой компании Монгол Групп, это восемнадцатый год, меня позвали работать бренд-шеф, амбассадор по СНГ. Меня зовут Денис, можно вкратце Ден. Я попал в Монгол Групп полгода назад, даже больше, чем полгода. Я работал на старой работе, я был графическим дизайнером в одном заведении. В дальнейшем, получается, я встретился с Руматом из Канышаи, и они... Канышаи, зная меня еще до того, как я попал в Монгол, предложил работать вместе с ней и с Руматом, и я согласился. И первое время работал на позиции графического дизайнера, но в дальнейшем дорос на маркетолога и контент-мейкера. Ну, я думаю, что это была презентация B2B в Краснодаре, потому что формат мне очень сам сильно понравился. Людям было достаточно комфортно присутствовать на данной презентации, задавать вопросы, и данное мероприятие длилось, по-моему, полтора часа, где меня спрашивали очень интересные вопросы касательно технологии, флэйвористики, продвижения продукта, и я был очень сильно поражен уровнем культуры курения кальянов в Краснодаре, и уровнем подготовки наших дистрибьюторов к данному мероприятию, за что им отдельное спасибо. Тур нашествие, ну, это, наверное, попадание в компанию «Мангл Групп» после летнего джонгальяна. Для меня, наверное, очень такой эмоциональный проект оказался, потому что это 6 городов, 13 презентаций. Это было масштабно, в это было заложено огромное количество сил, всей команды. Самый запоминающийся город, наверное, это был все-таки набережной Челны для меня, потому что это было, для меня это было в таком формате в первый раз, я этим занимался в первый раз, таких организаций, таких действий. Масштаб был удивлен, ну, был удивлен даже масштабом этого мероприятия, потому что пришло огромное количество людей, связано с тем, что мы на рынке совсем недавно, и было очень приятно видеть людей и получать такие отзывы именно там, потому что, ну, если общепроходная часть людей, именно набережная в Челнах состояла в районе 380 человек, и это было масштабно, в районе 100 кальянов за раз отдавать. Наверное, Челны – это был тот город, который меня допомнился по-настоящему. Тур нашествия – это вообще уникальная возможность в очередной раз поездить в Россию, потому что последние пять лет я только и занимаюсь тем, что перемещаюсь по разным уголкам России и мира, и как раз в туре нашествия мы проехали шесть разных городов, и мне это очень понравилось, потому что каждый город оставил какое-то приятное воспоминание и впечатление о себе, не говоря уж о людях, которые были там. Везде нас очень тепло встречали, и я считаю, вот формирование компании на рынке, вот нашей, произошло тоже благодаря этому туру, потому что мы сплотились, стали работать более слаженно, стали понимать друг друга гораздо быстрее, чем было до этого, и это было действительно круто. Город, который больше всего запомнился, ну, я думаю, наверное, это Нижний Новгород, но это лично для меня, потому что он был такой самый веселый. Те, кто… Те, кто… Сейчас… Сейчас я заново про город скажу. О май… Не, там нет моей бывшей. Город, который больше всего запомнился, ну, это Нижний Новгород, потому что он был такой… Ну, не знаю, для меня он был спонтанный и максимально веселый, и все веселые воспоминания связаны у меня с этим городом, но в общем и целом все города запомнились, и это было круто. Тур нашествия – это, наверное, одно из самых ярких событий за мой 2019 год, потому что я человек, который очень любит путешествовать, я очень люблю новые эмоции, новые ощущения, и этот тур очень запомнился мне. Понравилось больше всего… Ну, мне понравился каждый город, потому что в каждом городе было что-то отличительное от другого города, когда в каждом городе я встретила каких-то, ну, просто замечательных людей, которые до сих пор остались моими приятелями, и мы там фоллили друг друга в Инсте и так далее. Но отметить, конечно же, хотелось Казань, но и Питер. Ну, тур нашествия, да понравилось, в принципе, все. Везде было интересно, везде очень тепло встречали, везде очень хорошо прошли мероприятия. Не без своих саморочек, но было очень интересно, везде хорошо встретили. Ну, если выбирать действительно какие-то определенные города, если чисто по человеческому мнению, по красоте или еще что-то, мне очень сильно понравилась Казань, именно как ночной город, именно освещение, очень красиво. А Питер мне понравился именно дневной город погулять. А в плане работы везде очень хорошо встретили, везде очень интересно было. Ну, получается, до тура нашествия у нас были две небольшие презентации, получается, в Центральной Азии, а в дальнейшем уже были запланированы большие презентации именно уже по семи городам России. И когда я побывал на Бишкекской и Алматинской презентации в Центральной Азии, я увидел какой есть фидбэк, как это все оценивается, но когда уже презентации пошли в России, то есть это был уже другой уровень и другой подход. За все это время, пока я сам не был на 6 городах нашествия во время тура, но я занимался, получается, оформлением афиш, подготовкой контента и контролем всех этих процессов, связанных с рекламой, то есть с флайерами, со всей печаткой, короче, со всем, что связано было, где либо было изображение Монгол Групп, Асман, Паштар, Орда, везде были частные мои руки, то есть за весь тур я принимал участие, в частности, в создании медиа, такой движухи, чтобы люди знали, что, когда, где будет, что. В 2019 году нам удалось заявить о себе на российском рынке, мы ставили себе эту цель. Конечно, у нас было в планах старт продаж, нам приходилось всегда откладывать, но есть определенные бюрократические вопросы, которые, скажем, не в наших силах решить очень быстро, как мы порой это привыкли делать. И я хотел бы, чтобы 2020 год начался именно со старта продаж, потому что партия для Российской Федерации уже готова. И в 2020 году мы планируем запуск новых вкусов. Я думаю то, что мы, я даже скажу больше, я убежден в том, что мы сможем покорить рынок этими вкусами, поэтому пока вот такие планы. Ну, 2019 год, я считаю, это был очень такой знаменательный день для, точнее, год для компании «Мангул Групп», с учетом того, что мы о себе заявили масштабно с начала лета года. Это первое, так скажем, командное появление было это «Прокачаем», которое проходило в Санкт-Петербурге. Потом уже пошли боксы, и до этого были боксы, и после уже «Джон Кальяна Фест», уже сам турношествие, само финальное мероприятие в Москве, «Джон Кальяна Крисмасс Сейл». Все, я могу сказать, что все наши действия, которые мы выполняли, наверное, всей командой, это были правильные шаги, которые привели их с учетом того, что мы еще даже не имея акциза, это сейчас рынок говорит о нашей компании, и я считаю это большим положительным успехом и той проделанной работой, которую мы сделали. Какие планы «Мангул Групп» на 2020 год? Я думаю, это, наверное, основная задача и стартовая в первом квартале. Это будет в выставках Club Show, где мы презентуемся довольно-таки с хорошей площадкой, если не ошибаюсь, 384 квадратных метра. Это презентация новых вкусов, которые, я думаю, произведут фурор на российском рынке. Ну и расширение дистрибьюторской сетки в планах выхода на Дальний Восток и Урал, Сибирь. По сути, пока все. Так как в компании я работаю 4 месяца, я не могу говорить полностью о целом годе, поэтому я расскажу о последнем полугодии, завершающем этот год. Я считаю, что наша команда проделала огромную работу для захождения на российский рынок. И реально собрались люди разных национальностей, разного возраста, и вместе они работают как одно целое. Я считаю, это хорошее достижение, помимо того, что мы провели очень много разных мероприятий, участвовали в разных ивентах и максимально погрузились в кальянную индустрию России. О планах на 2020 год мы наконец-то получаем акции, которые так очень долго ждали. Мы начинаем старт продаж. Мы выбрали немножко другой вектор развития, нежели другие кальянные компании, но стратегически мы считаем, это будет более правильно. Так что в 2020 году ожидайте крутых новинок от Malgo Group и нашей команды. 2019 год я завершаю очень даже хорошо, потому что именно в этом году я стала работать в Malgo Group. Именно в этом году состоялся мой переезд из Бишкека в Москву. Если говорить о нашей команде, о нашей компании, то это также и для компании очень знаменательный год, потому что в принципе это можно считать началом начал, потому что мы в этом году именно появились на рынке России. А 2020 год, я думаю, только выше, только сильнее. Почему? Потому что в принципе наш год начнется с продаж, которые ждет вся Россия, скажем так, нескромно. Конец года? Ну вообще сказать то, что этот год был легким, это, я думаю, обмануть. Год был достаточно тяжелым, но в то же время очень сильно плодотворным. А на будущее, на будущее я просто скажу одну такую вещь. Нужно развиваться, расти на следующий год, познавать всю красоту этой профессии, в которой, нет, этой должности, на которую я сейчас перешел. И, наконец, я просто скажу, люби то, что делаешь, делай то, что любишь. Касательно конца года, то есть я могу сказать, что компания «Монгол Групп» буквально, когда я пришел еще полгода назад, была еще небольшая группа людей достаточно. Ну, человек там, точно не буду говорить, но по моим ощущениям был небольшой класс еще. За вот эти полгода компания реально выросла, то есть новые люди, новые знакомства, связи в разных городах, плюс при этом хорошие партнерские отношения. И для меня это очень хороший показатель, учитывая то, что стало реально больше людей, и все двигаются как единое целое, то есть все идут за одной идеей. Планы на 2020 год, я думаю, у всех, то есть это добиться поставленных задач, которые мы не успели, к примеру, добиться в 2019, но, в принципе, мы все сделали. В 2020, грубо говоря, то есть это добить то, что было в 2019, и поставить новые планки для себя и для всех в 2020 году, что связано с подходом на мероприятия, организации, ну, то есть контент, все, что есть в целом. То есть вывести «Монгол Групп» реально на очень высокий узнаваемый уровень. «Монгол Групп» — это моя жизнь. Это то, что заставляет меня каждый день вставать, двигаться, подниматься выше. То, что дает мне силы, понимание того, что моя жизнь имеет смысл. Все, кто знает, наверное, меня, все знают, что я идеолог, человек, который погружается всегда в идею и не сдается, идет всегда до конца. И могу сказать, что для меня «Монгол Групп» стала семьей. Вся команда для меня стала семьей. Я, наверное, когда получил это предложение, озвучил эту историю так, что я поймал один шанс на миллион. И я погрузился в этот шанс настолько мощно, что хочу доказать, как говорится, сам себе и всем остальным, что все-таки там правильная работа и выбрана правильная стратегия, что «Монгол Групп» будет большой компанией. Я думаю, что вся команда об этом думает, и все, кто в этой компании, мыслят только так. Для меня «Монгол Групп» — это семья. Как бы, кажется, в семье не без урода, но это я могу про себя сказать. Ну, ладно, это все лирика, это шутки. У каждого есть свои тараканы в команде, это понятно. Все бывают ссорятся, ору друг на друга. Но, в общем, это классный коллектив, классная семья, которая приняла меня, собрала других людей, и вместе мы делаем что-то новое и классное. «Монгол Групп» — для меня семья, потому что я переехала с Бишкека, оставила свою семью, и сейчас здесь ребята, наша команда заменяет, скажем так, мне мою семью, за что я очень и очень каждому из них благодарна. «Монгол Групп» — за почти, да, четыре, почти четыре, ну, с шестнадцатого года, да, с шестнадцатого года, просто стала как бы семьей, я думаю, да, скорее всего стала как семьей. На путстве очень много чему учился именно в компании. По-другому стал смотреть на мир, даже так сказать, то, что много чему научили в этой компании. И я действительно благодарен руководителю, это «Урмат Монгол», за то, что предоставил такую возможность в плане развития самого себя. «Монгол Групп» — для меня это идея, потому что в понимании, то есть название есть, да, «Монгол», есть «Урмат», но помимо «Урмата» есть команда ребят, то есть команда людей, которые работают над всем этим. И учитывая то, что мы ребята из Центральной Азии, мы качаем тему того, что все то, что мы делаем, оно в чем-то обосновано, то есть есть какая-то мудрость, потому что в нашей культуре очень важную вещь занимают предки. То есть предки, их мудрость, то, как они это передают, а за всем этим стоит определенная вещь под названием качество. То есть мы стараемся в каждом своем действии, в каждой своей идее, в каждом своем продукте выводить очень высокий уровень качества, основываясь на то есть мудрости, которая у нас есть. То есть, типа, ну, такая-такая философское отхождение. Для меня «Монгол Групп» — это, во-первых, это группа людей, которые целеустремленные, которые знают, чего они хотят, и мы просто стремимся покорять новые вершины дальше-больше. Дорогие друзья, с Новым Годом! За нами Орда! Ребят, с Новым Годом! За нами Орда! Друзья, с Новым Годом! За нами Орда! Ребят, с Новым Годом! За нами Орда! Друзья, с Новым Годом! За нами Орда! Друзья, с Новым Годом! За нами Орда! Друзья, с Новым Годом! И за нами Орда! Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...